Приветствую вас. Давайте мы с вами, наверное, начнем с определения моментов, которые я хотел бы выделить в вашем тексте. Написали вы много чего, как в самом вопросе, так и в дополнениях к вопросу. Написали много, немного сбивчиво, противоречиво, поэтому я хотел бы выделить несколько основных моментов. Первый момент. Как вы относитесь к своей жене? Я серьезно. Вы ее любите? Свою жену. Сейчас, на данный момент, вы можете сказать, что вы ее любите? Если вы ее любите, то да, вы должны принять ее, вы не должны, как бы, ей мстить, потому что это было до вас, это было ее прошлое, до того, как она встретила вас. И никто не может быть судим до прошлого. То есть, если вы ее любите, то вы возьмете на себя ответственность за то, что вам тяжело воспринимать ее прошлое, и будете с этим что-то делать. Потому что за ревностью есть причина. К примеру, в вашем случае, это отношение к сексу. То есть, для вас секс, это что-то чрезмерно значимое. Это первое. Если вы ее не любите, если вы девушку не любите свою, то в таком случае абсолютно точно вы ничего не должны. То есть, вы не должны ее принимать. Вы не должны себя ломать. Вы не должны с собой ничего делать. Ну, в том смысле, да, что над собой работать и так далее. Вот. Понимаете, какая история? То есть, по сути здесь все очень просто. Любовь подразумевает безусловное принятие человека. Не важно, с каким прошлым, но принимает. Она, девушка я имею ввиду, законов не нарушала. Вот. Она никому не вредила. И все. То, что она делала, сейчас она не делает. Понимаете? И все. По сути. Другое дело, если вы все-таки ее не любите, если у вас нет к ней именно чувства любви. Если у вас к ней есть, ну, к примеру, к примеру, какое-то другое чувство. В таком случае, вероятно, вам стоит разойтись, дабы не мучить друг друга, да, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, то, что у вас случилось, да, вот эта проблема, которая у вас произошла, она, эта проблема достаточно распространенная. Над ней можно работать. Совершенно необязательно разрушать семью. Совершенно необязательно вам изменять ей и так далее. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы, чего вы хотите. Это первый аспект. Аспект второй. Вы говорите. Три-четыре партнера. Это нормально. Семь. Это уже много. Простите, а чем отличаются три-четыре партнера от семи? Особенно, если они были в прошлом. С чем они отличаются, в чем отличие партнеров, в чем отличие этого? Складывается ощущение, что вы установили в себе какую-то норму. То есть, вот есть норма, да, не больше семи. Но почему именно не больше семи? Не понятно. Откуда это? Следующий момент, который я хотел бы сказать, это то, что вы говорите про своих друзей, которые будут над вами смеяться и типа вот гулящую женщину нашел. Здесь очень важно. Она была гулящей. Она была гулящей. И гулящей она была только с вашей точки зрения. То есть, на самом деле, она не была гулящей, потому что она не была как бы замужем на тот момент. Если она изменяла своему мужу, да, есть о чем беспокоиться, если она изменяла своему мужу. Но об этом вам не было позаботиться, когда она разводилась. То есть, спросить, а собственно, ты из чего разводишься, что там было, как бы разобраться в этой проблеме. Но если она спала с мужчинами, когда, значит, она была одна, то есть, у нее не было мужа, то она имела на это полное право. И у меня к вам вопрос. Вопрос. Имеете ли вы право, если да, то какое судить ее за прошлое? За ее, за ее прошлое. Александр, вы правда возьмете на себя такую ответственность в суде человека за его прошлое? Вы говорите, у меня нет скелетов в шкафу. И что, вы правильны? Правильных людей не бывает. Вы точно, я уверен, делали какие-то вещи, которых вы стыдитесь. Невозможно быть все время правильным. А если вы действительно все время стремитесь к правильности, то в таком случае, да, вам эта женщина не подходит. Потому что она, она, в отличии от вас, она более, как бы, несовершенна. И для людей, для людей, ее несовершенность в этом смысле, ее неидеальность в этом смысле, куда более ценна. Понимаете? То есть, вы, вы говорите, что вот друзья там будут смеяться. Так вы чего? Вы по поводу чего переживаете? По поводу того, что друзья будут смеяться? По поводу того, как вы будете выглядеть? Или что? Что для вас важно? Что для вас важнее всего? Вот. Вот такая вот история. На самом деле. А если у вас есть, как бы, позиция, своя позиция, и вы не намерены ее менять, решать исключительно вам. То есть, от вас никто не требует и не имеет права требовать менять свою позицию. Но, если вы свою девушку любите и хотите быть с ней, хотите сохранить семью, то вам придется расти личностно. Вот. Личностный рост это не измены, в данном случае. Личностный рост это не измены, это ни в коем случае не месть и... А это скорее анализ того, почему вас это так задело. Вот. То есть, ну, по какой причине вас это так задело. И если вы хотите с этим разобраться, то разобраться с этим более чем возможно. Но для этого нужен мотив. Мотивом, под мотивом может быть любовь. Понимаете? Если у вас к ней любовь есть, это подходит мотивом. Если вы не хотите, значит любви скорее всего у вас никогда не было. Дело. Вот и все. По сути, по сути дела. И я не думаю, что здесь нужно как-то вот, знаете, усложнять ситуацию. Я не думаю, что здесь нужно как-то вот все целиком и полно... Ну, как-то все запутывать. Никаких сложностей нет. Вы определяете, что для вас значит, значит ваша жена. И просто-напросто, исходя из этого, уже думаете. Если вы ее любите, если вы ее принимаете такой, какая она есть, к примеру, но вам больно. Значит, всему виной ваши принципы. И вы либо меняете эти принципы, меняете свои взгляды, либо нет. Поскольку это потребует от вас определенных затрат и ресурсов, то... Да, для этого, ну... Вам нужна мотивация. Она либо есть, либо нет. Это мотивация. Вот и все. Надеюсь, я вам смог донести свою мысль именно вот по данному аспекту. Теперь, что касается текста. Так. Значит, я думаю, что она исправила себя отлично, когда что-то не так и в плане о том, что было у нее 3-4 парня до меня. Какая разница, кто у нее был, давал. Я тогда был 23, не 24. Она у меня была первая. Я особо не заморачивался. Сказать, спать, с кем я попал, не хотел, не хотел, хотя и мог. А почему не хотели? Это был ваш выбор, спать, с кем я попал или не спать. Мы живем вместе 7 лет. Есть ребенок, но недавно она мне сказала, что у нее было 7 парней до меня. И что, какая разница. На 3 больше. Как бы, в чем разница, что изменилось. У меня как-то в голове все переменился, мысль теперь только о них и о том, как она с ними спала. А что конкретно? Мысли в мысли, по поводу чего? Знаете, зачастую, зачастую люди могут сравнивать себя с теми вот, ну, с этими людьми, с которыми она спала. Зачастую люди могут бояться, что будет измена, что измена повторится. Вот. И что именно у вас произошло? Опять же, если вы ее любите, свою жену, то я бы сказал, что своими действиями, своими действиями, своим отношением, вы не извергаете ее, опускаете ее просто до уровня, как будто, знаете, такой потребительской любви. То есть, я тебя любил и был с тобой только до тех пор, пока ты соответствовала, вот, каким-то моим требованиям. Ты моим требованиям перестала, соответственно, все, я тебя уже больше не люблю. Разве это настоящая любовь? Как вы сами считаете? Разве это достойная любовь? Как вы считаете? На мой взгляд, на мой взгляд, у вас не было к ней любви? Ну, в таком случае, так получается. Что-то другое было, да, но не любовь. Дальше. Так, она сказала, ей тоже неприятно было на всех них, но с гем попала, а если она тоже не должна, ей не будет, лучше тогда одной быть. То есть, у вас, если я правильно понял, речь пошла уже о том, что вы расстаетесь. Настолько все серьезно, да, получается. То есть, вы действительно считаете, что, ну, вот эта ситуация, которая произошла, да, вот этот аспект, который произошел, вы считаете, что это достойно того, чтобы из-за этого разрушить семью? Скажите, вы правда так считаете, что из-за этого, ну, стоит разрушить семью? Только из-за того, что вы узнали, вот, о том, что там, у нее было на три парня больше, чем вы думали. Понимаете, какая история? Если да, если вы считаете, что это стоит того. То, то, то хорошо. Но, ну, нужно быть уверенным в этом. Дальше идем. Вы пишете, так. Меня на всем устраивает, мозг не выносит, секс хороший. Интересно. То есть, мозг не выносит. А что вы вкладываете в это понятие, что не выносит в мозг? Вот именно вы в это понятие, что вкладываете? Секс хороший. Знаете, я бы сказал, что для пары, которая вместе прожила, пробыла, прожила семь лет, ну, довольно странно. Довольно странная позиция, которую вы озвучиваете. То есть, мозг не выносит, во всем устраивает, секс хороший. Вы меня опять же извините. Да, вы меня опять же извините. Но, это единственное, что вас волнует. Что она вас во всем устраивает. Что она не выносит вам мозг. И что секс хороший. И все. А как насчет духовной связи? Как насчет духовной привязки к человеку? Или нет? Дальше. Так. Как с головы выбрасывать те мысли, я не знаю. А, не нужно выбрасывать с головы те мысли. Вот именно с головы мысли выбрасывать не нужно. У вас эти мысли что-то вызвало? У вас эти мысли что-то вызвало? Давайте подумаем. Что вызвало у вас эти мысли? Конкретно. То есть, ну, были какие-то чувства, наверное, у вас. Вы испытывали какие-то эмоции, наверное. Вот давайте над природой этих эмоций с вами поговорим. Давайте поговорим над природой этих с вами эмоций. Откуда эти эмоции? Что конкретно вы испытали? Какова природа этих чувств? Не нужно ничего выбрасывать? Понимаете? Дальше. Могу ей изменять, допустим, но не хочу, ибо глупое это ничего не даст, нехорошее и правильное. Я ни с кем не могу об этом поговорить, ибо всех было по одному или три партнера. Меня потом все друзья будут обращать, буду что гуляющую бабу нашёл себе. Так, ну, об этом я говорил. Что-что вы правильный? Ну, вот, правильный это, скорее, вы себя, так, традиционируете. Возможно, вы слишком, слишком правильный. И вам надо бы, знаете как, ну, менее правильным быть. То есть, больше, к примеру, прислушиваться к себе, да? Больше, к примеру, слушать свои чувства и свои желания. А вы, если вы хотите быть правильным, то вы следуете какому-то образу, вы следуете какому-то идеалу. А это, к сожалению, ну, не то, что всегда делает человек счастливым. Вот. То есть, как бы вы в своём стремлении к правильности не забыли, не забыли бы себя, и не забыли бы, кто вы такой, и к чему вы стремитесь, и чего вообще хотите. Вот. Так что, то, что вы правильный, это, ну, если честно, меня настораживает. То есть, вы описываете себя как, вот, правильно. А, дальше. Ситуация, например, у меня в шок, ощущение бутро ведро, с помойами, на меня вылили. Самое главное, это в голове свои мысли, я не могу ни на что переключиться. Это у вас очень похоже на синдром навязчивости, навязчивые мысли. Про навязчивые мысли вы можете, в принципе, почитать в интернете сами. Я могу сказать только то, что природа навязчивых мыслей заключается в неудовлетворённости желания ваших. Это первое. Второе. Что важно, это, наверное, то, что вы интерпретировали её слова, как ведро с помойами для себя. Но вы по какой-то причине восприняли её слова, как ведро с помойами? Это вопрос, а в чём же помой конкретно выражается для вас, понимаете? В чём конкретно для вас выражается помой? Дальше. Идём. Так. Главное, что в голове все эти мысли, я не могу ни на что переключиться, во всяком углу правильно ли я выбор сделал, почему-то. Разве правильность выбора определяется прошлым человеком? Главное, какая она сейчас, а не какая была тогда, разве нет? А если вы с этим не согласны, то предлагаю вам аргументировать этот аспект. Почему, почему вы с этим не согласны? Ну, почему вы считаете, к примеру, по-другому, на чём базируется ваше мнение? Ну, тогда. Дальше. Почему до свадьбы я этого не знал, тогда бы я на ней не женился. Да-да, но вы бы не женившись на ней, не женившись на ней, вы бы не были счастливы и не были бы всем довольны. То есть, по сути, не женившись на ней, вы бы лишили себя счастью. Она ведь осталась той женщиной, которая была. Изменилось только то, что вы, теперь они что-то знаете, и поскольку эти знания вызвали определённую реакцию у вас, то и только вы несёте ответственность за эту реакцию. Дальше. Так. Так как были варианты пальбоком с одним или тремя бывшими, вы действительно измеряете девочек только с тем, сколько у них было бывших? Александр, вы серьёзно только так вот принимаете девочек? А какие-то ещё качества есть, а то как-то это слишком бедно для будущей жены. Мне кажется, у будущей жены должны быть несколько более широкий спектр качеств, чем количество бывших. Что хорошего в том, что она была такая, а плохого что? Она вас делает счастливым? Делать, ну пока, пока вы не знали о том, что у неё были, у неё было больше партнёров. Значит, 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 это, это, этот опыт, который у неё был, сделал её той, кто делает счастливым вас. И именно благодаря этим мужчинам, именно благодаря этим мужчинам, она и стала такой, именно благодаря этим мужчинам она и могла сделать вас счастливой. Именно благодаря этим мужчинам, она и не выносит мозг, имеет хороший, хороший сексуальный опыт. Ведь всё равно ведь хороший сексуальный опыт не возьмётся из ниоткуда, вы сейчас с этим согласны? Вот. То есть, такое ощущение, что вы хотите и на сангах ездить, вот такое ощущение у меня возникло. Вы хотите на сангах ездить, но не хотите сангах возить. То есть, вам нравятся все положительные моменты своей жены, но вы игнорируете источники этих позитивных моментов вашей жены. Это довольно детская позиция, я бы сказал. Понятно, да? Дальше. Так. Эммм. Что, так, как через себя переступить снова? Я тоже вам решаю. Если вы любите её, переступите и посмотрите, откуда именно у вас возникли подобные ощущения, откуда именно у вас возникли подобные чувства. Если вы её не любите, у вас нет мотивации, что-либо делать, соответственно, и раз-то любите. Всё просто. Вот. То-то она была в разводе, теперь это самое прошлое. Но как? Александр, как прошлое влияет на вас? На вашу текущую жизнь? Никак. Помимо того, что прошлое сделало девочку той, с кем вы её знаете, в те годы парни женились на девушках без прошлого такого. Но вы следите стереотипом, что, как бы, надо выбираться где без прошлого. Какая разница? Но вы вот подумайте, откуда это у вас, что прошлое имеет значение? Как мне казалось, из её развода она меня оценить будет или быть больше, так как есть с чем сравнивать. Вот. Вот. То-есть вы считаете, что она, вы считаете, что вы любви, как таковой, не в сравнении с кем-либо, не достойны. Понимаете? Вы не хотели, чтобы она любила вас только и ни с кем не сравнивала. Вы хотели, чтобы она именно в сравнении любила вас сильнее. Так же, как вы сейчас в сравнении относитесь к ней. Но ведь сравнение с кем-то, это всегда игнорирование своих индивидуальных черт. Александр. То есть, иными словами, если вы, эм, если вы воспринимаете в сравнении себя, если вы воспринимаете в сравнении её, то вы не видите реального человека. Если для вас важно прошлое, именно прошлое, то совершенно очевидно, что важно не само прошлое, а его оценка. Оценка всегда субъективна. Дальше. Так, эм, семеро для меня много. Чем? Три-четыре немного, а семеро много. Как, какая норма нарушена? Откуда эта норма появилась? Готовы ли вы её менять? Она гуляла, я должен только принимать её. Ну да, если вы любите её. А если не любите, то не должны принимать. Почему, что я плохого сделал? Это детская позиция какая-то, что вы плохого сделали. Вы воспринимаете это как наказание, но, на самом деле, наказание только потому, что вы негативно это видите. А вот, почему вы негативно видите, что с чем пошло в разрез, нужно разбираться. Она плачет, говорит, ты найдёшь себе молодую, двадцать трёхлетнюю, безброслую, и будешь хорошо жить, а мне что делать? Словно. Ну, такое впечатление, что вы и девочку свою заразили вот этим вот, знаете, таким, стереотипным видением. Она, где-то, ребенку родила для вас. Ответа ничего не значит. А ребенке, кстати, вообще, как будто ничего не говорит. Что значит? Говорят, что хорошо и плохо, а нет хорошего и плохого, Александр. Есть только понятие вреда и пользы вовремя, не вовремя. Всё, больше нет никаких понятий. Хорошо и плохо, это детское осуждение. Можно вести разгульный, разгульный способ жизни, а потом другой человек, МЛЖ, должен тебя просто принять. Такого, как если всё? Да. Да. Только не разгульный образ жизни. То есть, это просто свободный образ жизни, для удовлетворения своих дел. А в чём проблема принять людей-то? В чём проблема принять человека? Ведь это всё было долго. Пока у человека нет сильного чувства, он... 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 Как бы... Ну... А... С... А... А... С... 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 Понимаете? Какая история. Дальше. Так. За твои ошибки не нужно образно говоря нести ответственность какую-то. А в чём ошибка-то? В чём ошибка? В чём ошибка? Вы считаете себя вправе среди других людей? Указывать им, что они где-то как-то в чём-то ошиблись? Серьёзно? 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 Почему мне нельзя найти молодую двадцать-трёхлетнюю без такого прошлого вести себя нормально, как другие? Ну, во-первых, другие живут не обязательно нормально, а во-вторых, вы можете найти девушку легко и просто. Только сперва подумайте о том, что вы чувствуете к своей жене и сперва подумайте о ребёнке своём. Вот и всё. А так можете. Так, я в чём виноват перед ней? Я всегда должен её простому образу жизни и себе упрощать. Мне кажется, у вас в корне неверная позиция, потому что я обязательно, вы пишите, я обязательно должен ломать все свои морально-этические принципы. Это не морально-этические принципы, это стереотипы у вас. Морально-этические принципы, это стереотипы, вы позволяете себе, вы позволяете себе судить, как бы, людей, вы позволяете себе оценивать её, вы ставите себя выше. А это непозволительно, это неприемлемо. Никто не может быть выше другого. А вы считаете себя правил судить, 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 судить. А это уже заблуждение, это мешает вам. Будет, если не мешает, то будет мешать. Вот. Дальше. Так. Опять же, если вы готовы просто найти кого-то, то это означает, что вы не любите. Что-то у вас нет прям чувства любви. Появляет вопрос, а на каких отношениях вы выстраиваете отношения с девушкой? Ну, вообще. Вот. Дальше. Эм. Так. В переписке я всем виноват перед ней, если я всегда должен её просто в образе жизни и за тебя смогу прощать. Нет, очень такая, знаете, опять же, детская позиция. Потому что вы ни в чём не виноваты, это ваш выбор. Вот вы, вы правили выбирать, но вы как бы себя мучаете, как правильно сказал коллега Кудрячёв Игорь Леонидович. Вы определите, вам либо нравится, либо нет, либо вы принимаете, либо нет. Это очень просто. Свети, все за и про... Все за и про... Вот. И да, я не сравниваю себя с ними, я не боюсь за будущее, это здесь не при чём. А что при чём, тогда, что при чём-то? Дальше вы пишете, от приступов не избавился, либо не знаю как и что для этого нужно, личностный рост для этого нужен, личностный рост и желание. Личностный рост и ваше желание. Это либо есть, либо этого нет. Вот. Были так, в тот момент, когда узнал эту правду, так, наше предмет было. Это отношение к сексу, то есть вот для вас секс имеет какое-то явно зловичное отношение. Вот. Ну, возможно, в детстве, в вашей семье секс это было что-то очень такое табуированное. К примеру. Так. Значит. Осталось, как бы это противоречит моим важным принципам, и теперь ещё стыд был вначале перед друзьями, родственниками, что такая жена у меня получается. Ну, думаю, это уже как-то следствие первого. Ну, опять же, в какой стати вообще вас волнует мнение друзей и родственников, ведь живёте и вы. Это первое. Второе. Откуда друзья и родственники узнают про эту прошлую жены? И второе. Даже если узнают, то кто они такие, чтобы её судить? Кто вы такой, чтобы её судить? Дальше. Эм. Так. Просто, наверное, там уже нет секретов, и так, алкоголя нам бы не ожидало. Ну, вот смотрите. Вы пишите. Эээ. Если бы не было 3-4 бывших, мне было бы по боку, я радовался жизни. Так, у неё 7, и вы не можете радоваться. В чём разница? Вот определите это, в чём для вас разница? Что изменилось? Что поменялось? Какую планку вы перечисли? Какую планку вы нарушили? Определите это сами, за игрушку миласт этого никто не сделает больше. Меня ценят очень сильно. Кто? Кто и за что? Вас ценят очень сильно. Цель сама не была определяющим фактором и в точке к свадьбе. Может быть, но вы хотели, чтобы одно сравнение с другими любило вас больше и сильнее. Плюс вы постоянно сравниваете ее, то есть свою жену с другими девочками, а значит вы не можете сравнивать и себя. Вы говорите, а почему я не могу найти другую и жить как-то нормально, как все. Вот это вот постоянно идет сравнение. Это и есть недостаточная ценность себя в своих собственных глазах. Просто страшного для себя я не видел. В разводе может человек ошибиться, я это понимаю. Ну, вот это вы понимаете, а то, что... Да, кстати, а почему развод ошибка? Ну, люди смогли встретиться, у людей могло появиться чувство, они могли вместе прожить, чувства прошли, они развелись. В чем проблема? То есть, почему это ошибка обязательно? То есть, вы считаете себя вправе называть это ошибкой. Ошибка это то, что вредит самому человеку. То есть, только сам человек может что-то назвать ошибкой. Так, я должен смириться с ее просьбом, а не о моем. Ну, опять же, да, вы не должны. То есть, если вы любите, вы принимаете ее. Если вы ее принимаете, то вы уже смотрите, что именно вас вызывает противоречие. То есть, это ваша чистая проблема. Вот. Если же чувства к ней не настолько сильные, то вы ничего не должны. Тут все просто. А я, типа, как чистый, у меня скелетов нет. Она знает, я без вины виноват или как правильно сказать не надо. Да не без вины вы виноваты. У всех есть скелет. У всех нет, нет чистых людей. И вы-то, да, я все раз говорю, у вас какое-то идеализированное представление о себе. А если вы все время жили правильно, то вы не жили. По сути. Вот. Смотрите, у меня простые инженеры-работяги, никто никому не изменял и не разводился. Во-первых, он не может этого знать. Это первое. Второе, может быть, не изменял и не разводился, это может быть. Но вот вопрос, какие, какие предписания у вас в семье были. А вот. Это совсем другая история. Насколько эти предписания актуальны сейчас, в данный момент, в данное время. Насколько критически вы относитесь к этим аспектам. Понимаете? Вот так вот, вот так вот, Александр. На этом все. Я думаю, что вам нужно все-таки больше ответственности, более взрослую позицию и более серьезное отношение к своей женщине, к матери вашего ребенка и ребенку. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, пожалуйста, потому что дополнение, дополнение не, ну, никак не приходит уведомление о дополнениях. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...